Я родом оттуда, где всходит рассвет, и в сердце не гаснет солнечный свет. Я обеспечу для края расцвет, ведь Дальний Восток – мой приоритет. Дальневосточный приоритет. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами программа «Дальневосточный приоритет». Мы находимся в нашей мобильной студии на полях Восточного экономического форума на острове Русский. Ведут программу Анна Акварова и Александр Рукавишников. А у нас в гостях Валентин Петрович Пах, председатель ассоциации корейских организаций Приморского края. Здравствуйте, Валентин Петрович! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам в студию на Восточном экономическом форуме. Здесь, в Приморском крае, это ваша вотчина, это ваша, я так понимаю, родина. Да, я родился в Приморском крае. Да, здесь родились. И вы возглавляете ассоциацию корейских организаций в Приморском крае. Расскажите, пожалуйста, про эту ассоциацию. В чем заключается ее деятельность? Деятельность ассоциации корейских организаций заключается в деятельности общения корейских общин, разных этнических общин. И с целью консолидации их направления дружбы, сотрудничества. Но мы перешли на международный уровень. И ассоциация корейских организаций занимается объединением Кореи. Вот как раз у меня возник вопрос. Корейских организаций такого ведь нигде в другой стране мира вообще не услышишь, да? Потому что сразу вопрос, Южная Корея или Северная Корея? Каких корейских организаций? А у вас всех? Да. Мы занимаемся объединением Северной и Южной Кореи со стороны России. Ведь Россия единственное государство, которое переходили корейцы. Когда была трудная минута, когда проходило переселение корейцев, после того, как Александр Третий сдал закон, разрешающий возможность перейти корейцам в российское сообщество. А сколько корейцев сейчас живет? Сейчас проживает в России где-то порядка 200 тысяч корейцев, но 40 тысяч проживает примерно в Приморском крае. А-а-а, здесь большая община. Да, община является одной из самых крупных в России. Ну, поскольку мы граничим с этими двумя государствами, целью задачи мы поставили вопрос мирного объединения Кореи, участие в этом объединении. Глобальная задача. Потому что, если это произойдет, то мы все получим огромный скачок. И скачок в развитии культуры, общения, экономический скачок. Не только эти обе Кореи, но и сама Россия получит возможность экономического сотрудничества на Корейском полуострове. Вообще-то, вы понимаете, что газопровод может притянуться до Сеулу через Северную Корею. Транссибирская магистраль может дойти до Пусана. Транспортные магистрали могут таким же образом достигнуть этой точки. К вашему сведению, я проехал на автомобиле с Владивостока через Северную Корею, через Южную Корею до точки Пусана. Это был единственный в мире автопробег. Ого! Да, это просто уникально. Уникально. То есть жизненную задачу свою я выполнил. Когда-то была мечта, чтобы вот так взять и проехать. Не каждому человеку вообще разрешат или там такая возможность будет. Я думаю, вы действительно уникальны. Уникальны, возможность такая доставилась. Но мы занимаемся объединенной Кореи на разном уровне. На культурном уровне, на уровне политическом. То есть встречаются генеральные консулы, представители государства. Обоих в Корее? Да, обоих в Корее. Это уникальный случай, что мы провели около 20 лет. Это они одновременно приходят? Да, одновременно. Они вместе гуляют, вместе с женами, кстати, приходят. Вот с детьми, семейное общение. Ну это человеческий контакт, это самое важное. Да, и в последнее время это событие уже носит международный характер. В этом мероприятии принимают участие уже американские генконсулы. Вот, генконсул Японии, генконсул Китая, генконсул Индии. У вас такой клуб консулов получается, да? Да, но это как бы вот общение на народной дипломатии, но политической власти. Вот что происходит у нас. Ну это, наверное, нужно какие-то разрешения им получать, да, чтобы такое проводить? Или это же не может быть частной инициативой? Ну, естественно, это инициатива только с разрешения президента или правительства. Именно вам они доверяют, причем оба правительства, да, проводить такие встречи? Ну, так случилось, что выбор пал на меня, на нашу организацию, и мы эту миссию выполняем. И делаем это с большим удовольствием. Сейчас перешли на экономическое объединение. Какие шаги в экономическом объединении вы имеете? Мы видим возможность участия Северной Кореи в интернет-сообществе. У них же отдельный интернет, как они? Да, у них закрытые. Это особо. Да, да. У них закрытый интернет. И вот впервые в мире нам удалось организовать электронную торговую площадку с участием северокорейской стороны и наших IT-технологов. И в настоящее время эта площадка работает в тестовом режиме. Мы имеем возможность перебрасывать товары как в Северную Корею, так и в Северной Корее, в Россию в тестовом режиме. Мало того, мы создали структуру, называется российско-корейский торговый дом. Куре-Туби. Вот он значок. Куре-Туби, Куре-Туби. Вновь потолкнуло сотрудничество именно в экономической уже части. В политической части они уже встретились с президентом. А в экономической части в дальнейшем полагается, что в России будут усовершенствованы формы взаимодействия для развития дальнейшей электронной торговли. То есть созданы условия для банковских взаиморасчетов, сертификации, ну и так далее. Это в общем дело о федеральных снатурах. Таможенная очистка. Ну и имейте в виду, что речь идет только о несанкционных товарах. В настоящее время подобрано где-то порядка 250 наименований. Вот. Мы тщательно к этому подходим. Ну и хотим сейчас иметь обращение в санкционный комитет организации объединенных наций, для того, чтобы этой организации разрешили заниматься торговлей. А это, собственно, такой международный вопрос. Это да. Это вопрос санкционного комитета организации объединенных наций. Поэтому мы намерены обратиться, поскольку все, что касается человеческого капитала, не подлежит санкционному запрету. Вот. Но у нас так перестарались, что запретили все практически в Северной Корее. То есть практически ничего, невозможно никакой операции осуществить. Хотя, в общем-то, это наш человеческий капитал, как и российских людей, так и корейских людей. Мы хотим жить и сотрудничать, отменить с товарами. Вот мы очень хотим, чтобы все это на форме человеческого капитала обоих государств было разрешено. Этим мы будем заниматься. Это прям очень достойная цель. И такая высокая цель. Трудная, но, я думаю, что достижимая. Да, это очень трудно. Чем более, когда инициатором становится не официальная власть политики, а люди фактически. Ассоциация в данном случае это не коммерческая, я понимаю. Причем ассоциация, она российская, то есть она из России идет, да, получается, можно сказать, нейтральные, да, по отношению к каждой из Кореи, просто гуманитарная инициатива, объединение. Ну, Россия должна быть инициатором, она всегда была инициатором российско-корейских отношений. С самого начала, с момента переселения в 864 году, когда первые официально зарегистрированные церковные книги были корейцы. Вот, и с тех пор у нас очень хорошие дружественные отношения. Я знаю, вы даже открыли памятник, да, на дружбе российско-корейской. Да, 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 памятник этот единственный в России, находится в Владивостоке на самом красивом, хорошем месте, если будете проходить мимо, не проходите мимо. Где, где мне ходить? Это вот угол улицы Пограничный, колхозный, знаете, где гуманит роль? Вот, ну вот этот, там, значит, сквер Городов по Братьяму, и там же стоит вот этот памятник. Вот, посмотрите, он такой красивый, изготовлен он из мрамора, вот. И мрамор привезен, изготовлен с особого места, изготовлен особого стирания. Поэтому в памяти изготавливался именно на корейской стороне. То есть, такой залог, в общем-то, вот того, кто объединение Кореи, вот этой общекорейской дружбы, то, что это изготовлено даже было из вот какого-то священного условного места для корейского народа. Да, если вы посмотрите, этот гранит обработан так тщательно, и там, как книга памяти, даже черная полоска, это касается выселения корейцев в 37-м году. Вы помните, куда-то, когда корейцы были в течение двух месяцев выселены в Стальнюю Востоку. Вот, порядка 172 тысяч корейцев буквально погрузили в эшелоны, за две недели выездили. Ну, это да, это такая темная страница в этой истории, и она коснулась многих, действительно, народов, и вот, в том числе. Но, тем не менее, это не сказалось на отношении корейцев, русских. Мы как любили друг друга, так и уважаем, и любим, и продолжаем. Мне кажется, что даже и в тябе какая-то совместно корейцы ворочит больше, чем корейцы с корейцем. Ну, у нас наш Виктор Цой, да, да, он же получается кореец, да, он как-то этнический, да, но он стал известен и, там, стал таким для России. Ну, супер народный известен, да. Ну, да, знаковый. Виктор Цой, Ани Форсой, так вот они. А Виктор Ан, я знаю еще одного выдающегося. У меня брат, знаменитый писатель, Анатолий Кин, классик, он проживает в Москве, недавно был, всемирно известный. Ну, сам я писатель истории. А об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами. Я родом оттуда, где всходит рассвет, И в сердце не гаснет солнечный свет. И я обеспечу для края расцвет, Ведь Дальний Восток – мой приоритет. Дальневосточный приоритет. Дорогие телезрители, мы продолжаем программу «Дальневосточный приоритет» в мобильной студии на полях Восточного экономического форума. Ведут программу Анна Кпарова, Александр Рукавишников. А у нас в гостях Валентин Петрович Пах, Председатель Ассоциации Корейских Организаций Приморского края. Продолжаем наш разговор. Вы сказали, что вы писатель истории. Ну, расскажите нашим телезрителям, о чем вы пишете. Я занимаюсь документальной историей, в основном переселение корейцев в Россию. Ну, и написано порядка десяти книг на эту тему. А всего есть книжное издательство. Оно носит одноименно название «Валентин». Мы выпустили порядка двадцати книг по истории. История переселения корейцев, она очень интересна сама. Каким образом нашли путь российское государство и корейская нация, что они в таком массовом масштабном плане сумели привлечь людей, заинтересовать, и корейцы оказались той как раз показательной силой, которая в трудную минуту восстановления российского государства как раз принимала участие самое большое. То есть это строительство железной дороги, это строительство Владивостокской крепости, это строительство города Владивостока и так далее. Многие эти моменты. Мы же никогда не задумывались, где мы брали рабочую силу, чтобы построить город Владивосток в такие короткие сроки. А где мы брали рабочую силу, чтобы построить вот эту Владивостокскую крепость? И кто же не задумывался об этом? Мы не могли тысячи людей привезти с центральной России сюда. Нас там не хватало рабочей силы. Но тем не менее, вот как раз эту рабочую силу восполняли в основном корейская нация. Поэтому вот эта история очень заинтересовала, каким образом фиксировались корейские люди, которые пересекали границу в Корее. Это при том, что границы как такого не существовало. И вообще-то понимаете, что сказали граница, а кругом леска. Ну да, там лесу где грустят. Да, кто скажет, где границы где. Но тем не менее, надо отдать должное нашим предкам. Они были дотвот тщательно обучены подходить к своему делу ответственности. Что они все это наносили на телевизорскую съемку. Вот. Все эти параметры заносили, говорили. Вот здесь граница. Какую-то вы проводили черту, делали заметки, приметки. И все знали, что здесь проходит граница. Вообще-то можете понимать, что до метра граница была уже обозначена. Это в том состоянии, когда не было ни электричества, ни пароходов, ни кораблей толком, которые не ходили сюда. Поэтому корейская нация в то время играла как раз роль той рабочей силы, которая была необходима. То есть надо было заниматься земледелием, надо было работать на всех строительных объектов. И надо было вообще-то кормить. Такой основополагающий, большой вклад в развитие российского Дальнего Востока. Надо было кормить. Все-таки солдат тут много было. Вообще-то вы понимаете, что раздолянцы в горизонтах насчитывали около 100 тысяч человек. Вот стоял бы уехать. Даже сейчас серьезная цифра тем временем. Никогда бы не мог подумать. Но когда вот эти казармы были построены в прошлом веке, в начале этого века, позапрошлом века, в конце позапрошлого века, в начале прошлого века, столько было казарм построено. Мне кажется, вот такая сила была здесь сосредоточена. Но эту силу надо было кормить, обеспечивать. А крестьян-то не было практически. Поэтому вот такая вот была история дружественная, развитие двух человеческих общин, корейской и российской. При этом я знаю, что Россия очень активно защищала позиции Кореи на корейском полуострове. В частности, вот русско-японская война 5-го года, она велась же в основном как раз там. Кстати, мой соведущий тоже историк, кандидат исторических наук. Так что тут есть общая общность. Да, могу сказать, собрать. Ну, вот эти вот отношения, они развивались, развиваются. Но, к сожалению, когда произошло событие Второй мировой войны, Корея оказалась разделена на два государства. И из-за этого возникли те проблемы, которые мы испытываем сегодня. Ну, я думаю, что когда-то эти проблемы закончатся. Внимание объединилось уже давно, ну и Корее надо тоже, да, объединиться. Это же один народ, как это, это понятно, все эти исторические и политические процессы, но... Да, ну, всё идёт тому, что это когда-то произойдёт. Люди умнеют, вот, общество эволюционизируется, становится умнее. И поэтому рано или поздно этот процесс произойдёт. Я писал не только про это, писал про религию, писал про развитие культурных связей, моментов. Поэтому здесь обширное понятие. Ну, я являюсь лауреатом имперской премии России, вот, в литературе. И когда мы закончили эту историческую книгу, я поехал на могилу Пушкина, мы установили колокольную из 12 колоколов. Это что-то символизирует? Символизирует. Мы любим Пушкина, вот, Пушкина любит весь мир, но корейцы особенно. У них там есть музей Пушкина, дом Пушкина. Ничего себе. И они, значит, ездят сюда, в эти исторические праздники, Пушкиниады. Вот. Я имею честь, имел честь восстановить, участвовать в восстановлении колоколов в Святогорском монастыре. Это там, где похоронен Пушкин. Да. И почему-то эту честь предоставили мне. Я нахожусь в Дальнем Востоке. Да. И когда вы будете там, то вы увидите памятную дощечку, где написано, что сей колокол, там было восстановлено 12, но акцент сделали на самом большой, который весит больше трех токов. Вот. Пацанолин, папь Валентин. О-о-о-о. Будем обязательно. Силовольно Надежинского, где я проживаю. Ну, а я, да, мы имели тогда честь пригласить вас на нашу передачу. И вот так вот связано. Для нас действительно это очень важно. И мы, если честно, вот этот аспект никогда не затрагивали в нашей передаче. Такой историко-культурный, да, вообще, где-то этнографический. И мне кажется, он очень важен, потому что Дальний Восток – это, в общем-то, не только экономика, политика и так далее, но это еще и культура. А, культура многонациональная, как выясняется, и Кореи принадлежит здесь не последнее слово. Мы не говорим даже, что корейцы активно участвовали в Гражданской войне, да, ведь и в Великой Отечественной войне. То есть, в общем-то, вклад российских корейцев, да, назовем так, тогда советских, понятно, он был очень значим. И, в общем-то, есть герои Советского Союза, корейцы, и их немало. Это все, в общем-то, история нашей страны, одной страны, и наших народов, многих народов, которые населяют. Хотел бы в этой части отметить, что, когда корейцев переселили в Среднюю Азию, ну, это было в те мрачные 37-е годы, так вот, в 56-му году было 267 героев социалистического труда корейцев. Они своим трудом сумели доказать, что они в любом месте. Да, могут работать. Да, успешные работяги и трудяги. Вот. Так что, это вот факт сам по себе о многом. Да, о многом бывает. Но, к сожалению, корейцам не разрешали воевать, но, тем не менее, они отрывками находили моменты, и несколько героев Советского Союза тоже имеют с корейцами. Да, да, да. А так бы, я думаю, что среди них было бы много героев, если бы профессионально разрешили воевать. Да, это такие вот люди с твердым характером, это такая что-то мультфональная черта. Но я знаю вас еще как человека, который активно занимается благотворительностью. Вот расскажите об этом аспекте. Ну, благотворительность – это, наверное, способность каждого человека. Каждый занимается благотворительностью в той или иной степени. Я занимаюсь благотворительностью постоянно, потому что это, ну, как бы зов души. И без этого не можешь жить, когда занимаюсь этим. Потому что даешь просто так человеку, людям, и чувствуешь глубокое удовлетворение, что ты сделал какое-то добро. Я имею государственную награду, медаль за благодеяние. Она единственная здесь, на Дальнем Востоке, Сибири. Вот, поэтому их всего 14. Я очень счастлив, что отмечу благотворительность именно по всему Дальнем Востоку такой интересной наградой. Ну, вы уникальный человек вообще. Я вот еще таких людей не встречала. Просто, честно вам скажу. Каждый год я трачиваю где-то порядка от 10 до 20 миллионов благотворительности. Вот, и может и больше, и но раз. Ну, вот фармяна в таких объемах. Но это... Значимое. Это большое удовлетворение души. Наряду с бизнесом, когда он тебе будет удовлетворение. И такое же удовлетворение доставляет благотворительность. Честно. Поэтому интересные моменты здесь не бывают. Да, но я хочу сказать, мы совсем не поговорили о бизнесе, да, но у нас получилась такая историческая, культурная передача и политическая даже. И даже, не знаю, вот реально, это же такие вехи, такие тектонические сдвиги, то, чем вы занимаетесь, объединение народов. И я думаю, это... Ну, бизнес – это необходимое сопровождение, движение жизни. Таких, как я. Никуда от этого не денешься, потому что, чтобы заниматься большой благотворительностью и что-то отдавать, надо уметь и зарабатывать. Да, это точно. То есть вы не делаете из этого цель, да, вашу цель, не бизнес того? Я не могу сказать, каким бизнесом я занимаюсь. Он разносторонний. Но в целом этот бизнес разносторонний тем, что надо иметь всегда несколько направлений для того, чтобы твердо стоять на ногах. Но у меня бизнес начинает с цены в бумаг, кончая недвижимостью и так далее. Вот. И только так можно твердо быть уверенным и знать о том, что тебя этот момент не подведет. Это хорошее напутствие для молодых бизнесменов, для молодых людей, которые смотрят нашу передачу, думают, как строй, да, и уже таких более зрелых даже, да, которые добились что-то в одном направлении, но думают о том, как дифферсифицировать, как хеджировать риски, сохранить свой бизнес, развитие. Ну и главное, надо понимать, да, для чего ты вообще живешь, для чего, какая твоя миссия. Вот. Это главное, что каждый человек родился, внести определенную миссию в нашем обществе. И найти вот эту миссию, вот это главная задача. Если ты хотя бы приближишься к ней и будешь выполнять эту миссию, ну, значит, все. Ты сделал важное дело в жизни. Вот. И ты будешь счастливым человеком. Поэтому здесь найти это все, проанализировать, подумать, прочувствовать, наверное, прочувствовать. И все время находиться в поиске. Тогда, может быть, тебе удовлетворяться счастливый момент. Спасибо вам большое за такой напуткой, спасибо за ваше интервью. Мы заканчиваем уже нашу передачу. Это была программа «Дальневосточный приоритет» на полях Восточного экономического форума. Ее вели Анна Акпарова и Александр Лукавишников. А у нас в гостях был Валентин Петрович Пак. Я скажу так, человек многогранный, многосторонний. И, как мне кажется, сделавший и сделающий еще очень много и для России, и для Кореи. Спасибо большое. До свидания. Я родом оттуда, где всходит рассвет, и в сердце не гаснет солнечный свет. Я обеспечу для края расцвет, ведь Дальний Восток – мой приоритет. Дальневосточный приоритет.